Братья, сестры, гости все, наше служение подошло к заключению. Я рад, что сегодня пришло много гостей в нашу церковь. Гляжу, с других церквей пришли. И хорошо, что вы пришли, посетили наш праздник. Я немножко повторюсь в том, что вот сегодня по пути еду и думаю все-таки, какой это огромный праздник. И вот как бы думал, вот старался, переживал, чтобы передать бы значимость вот этого праздника побольше народу Божьему. Передать бы. И братья, то, что передавали, слава Богу. Я думаю, что может быть мы до самого конца не осознаем, друзья. Это ж ведь чудо Божье милости у нас есть. Вот сейчас под авторством Геннадия Константиновича Крючкова книга «Пробуждение в XX веке». Это чудо. Не на каждое столетие выпадает реформация. Недалеко не на каждое столетие. И Бог чудо сделал в нашей самой безбожной атеистической стране вот это чудо. Как раз вот здесь, вот именно здесь и родилась такая церковь. Братья и сестры, наше Богопочитание, наше Богопоклонение, те откровения, которые братья получали и получают, вот тот страх божественный, который вот есть в народе Божьем при нашем Богопоклонении, сегодня удивляются очень многие. И только исключительно за счет того, что вышли и откликнулись на путь страданий, Бог благословил свой народ. Только из-за этого. Я хочу в заключении собрания прочитать несколько кратко стихов, несколько из посланий Коринфянам. «Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначущее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Братья и сестры, вот кого Бог избрал для этой славной победы. Незначущее, незаметное, немощное. И мы сегодня говорим, слава Богу, что Бог совершил чудо в нашей стране, чудо победы. Слава Богу, что вот таких Бог избрал и благословил. А сегодня мы только можем пользоваться плодами вот этого благословения. Я не знал раньше, думал, вот почему все-таки у нас в братстве выбрали дату 13 августа, считается как бы день рождения нашему братству. Именно 13 августа. И я только недавно узнал. Немножко мне стыдновато в этом признаваться. Ну, что есть, то есть, друзья. Вот, что это за дата? С чем это связано? Почему эта дата? Знаете, почему, друзья? Потому, ну, на тот момент, в 60-61 год, что уже случилось? Сильные миры всего через своих, уполномоченных, почти всех пресвятеров, все руководство они уже обработали. Это были ставленники внешних. Бог поставляет внутри церкви своих помазанных, а церковь должна заметить, ага, Ваню Бог благословляет там, или Петю, это будет наш служитель. Церковь должна этот факт констатировать и выбрать из себя, потому что главой церкви является Дух Святой. Здесь полный перекос произошел. Все руководство церковью, власть внешняя взяла в свои руки. Вот и церковь была. И поэтому такие лозунги, что все, церковь обреченная, как будто Бог умер, Бога не стало. И уже атеисты готовы были почти, что победу отмечать и радоваться. Кроме того, трагедия заключалась еще в чем, друзья? Вот эта вот родословная атеизма у нас здесь вот в Москве родилась, где мы сегодня этот праздник отмечаем. И пошла она почти царствовать по всему миру. Уже почти треть всей земли была подвержена это коммунистическому безбожному режиму. Почти треть всей земли, друзья. И что делать дальше? И как раз здесь же, в нашем государстве, вот здесь вот как раз вот это чудо и совершилось, братья и сестры. И как вот на конференции говорили, открыто говорили, и я сегодня, друзья, скажу, что вот положение подлинное церкви, бедственное положение, и как она должна жить по Писанию, Бог открыл нашему брату Геннадию Константиновичу Крючкову. Ему Бог дал откровение. Все так сказать, ну, понимали, мучились, страдали, но голос поднял. Это вот этот человек, братья и сестры. И слава Богу, что Бог выдвинул вот этого брата нашего из среды народа Божьего. У нас вот в Курске неделю назад было общение, и мне один момент, ну, много таких, один из них запомнился. Офицер, старший офицер, есть младший, старший офицер милиции. Одному из наших братьев говорит, говорит, как вы смогли выжить, если бы вы только знали, какая была сила направлена против вас. Я не понимаю, как вы смогли выжить. Это человек, который причастный, был в борьбе против церкви, против народа Божьего. Братья и сестры, а Бог дал милость выжить. И вот сюда как раз подходит библейское место, которое говорит, помните, как когда-то Есфири говорит, ох, если бы мы в рабы были только проданы, можно было бы помолчать, но мы люди обреченные на смерть. Вот куда обрек дьявол и мир со своей структурой церковь, народ Божий. И нельзя было молчать. Люди встали, и люди пошли, не советуясь плотью и кровью. Бог говорит в одном псалме, чтобы мы могли возвещать роду грядущему славу Божию, силы Божьи и чудеса Его. Вот три вещи. Славу, силу и чудеса. Роду грядущему. Братья и сестры, я так думаю, знаете, вот мы должны возвещать вот эту силу. Ну, в чем? Вот, допустим, Деткина в нашем собрании присутствует, ну, разве не чудо, как отцы должны возвестить. Вот они, если своими глазами могли видеть, а что в Ветхом Завете, в Израиле, море черное, раз и раступилось. Они смотрят, раздвинулось море. И тогда эти отцы по суху с детьми, со скотом, со своим перешли по дну вот этого моря. А когда закончили вот это славное шествие, то случилось, Моисей взял жезл, поднял уже второй раз, теперь, когда поднял, а там как раз была погоня фараонова за этими евреями. И что случилось? И Бог замкнул это море. И погибли вот эти все воины с царем, с фараоном, вот все там министры, все там погибло вот в этом море. Братья и сестры, род грядущий знать должен, какие чудеса совершал Бог. Я думаю, знаете, что, когда говорю об этом, это не только детям надо вот этим маленьким знать. У нас в этом году мы крестили 14 душ. У нас сейчас на сентябрь месяц, мы еще в дате не определились, будет повторное крещение. У нас есть еще люди, которые покаялись и хотят быть в церкви. И мы будем их крестить и делать это будем с большой радостью. Но это люди, которые пришли в церковь, пришли в братство и ничего о чудесах Божьих в нашей стране не знают. Вроде имеем мы зал тут, вот недалеко, как было сказано, от Лубянки, здесь от Петровки имеем. И вроде как все просто. Такие же лампочки, нам микрофоны, тут все так же, кафель лежит на полу. Но каким чудом это все досталось. Вот эти люди, которые крестились, это по Писанию дети, которые пришли в церковь. Вам, может, уже 70, может, вы покрыты сединой, но по духовному состоянию дети. И мы должны вам рассказать, сколько Бог чудес явил, сколько силы. Вот за этот маленький отрезок, вот живые свидетели стояли за кафедрой. Сколько же чудес, друзья. Просто много чудес совершил. Сколько силы своей явил, сколько славы своей явил Бог. Не только в Ветхом Завете или в Новом, а вот в наши будни. Это как красиво. Как это торжественно. Я, простите, повторюсь, в том повторюсь, что сегодня, ну, к примеру, и наш молитвенный дом, вот этот зал, друзья, это не иное, как чудо милости Божией. Большое чудо, то, что нам подарил. Ведь вот поместная церковь, московская, почти самая последняя из всех церквей имеет этот молитвенный дом. Уже почти что вот в каждом таборе цыганском были молитвенные дома. А у нас это, ну, так сказать, как запоздало все это дело. А почему? Да потому что политика такова была против церкви. И поскольку мы являемся здесь вот жителями этого большого города, то и приходилось переживать, страдать. Да, где-то можно было раньше кусочек земли, взять что-то, построить. Но как это было трудно, как это было сложно. Братья и сестры, как вот уже было сказано, брат Вениамин Ерофеевич говорил, и я скажу, что большое чудо, что у нас сегодня совершается, я не имею в виду данное собрание, а вообще в жизни братства, независимое от мира служения. Независимое. Ведь вошли в полную зависимость. Вы, ну, на мгновение себе представьте, хотя бы чуть-чуть, вот представьте, наш дьякон, или пусть братья доверенные, должны были в собрании, во времена, вот, 60-е годы, уже 70-е, должны стоять дьякона и фильтровать входящих сюда. И как только какая-то бабулечка или мамулечка заводит своего ребеночка, чтоб он в собрании под лавочку спрятался и чуть-чуть назидания послушать, никто другой, как только дьякон, должен вытащить этого ребеночка. А мамочку так предупредить строго, что если еще раз приведешь для тебя неизвестные, какие последствия будут с твоим вместе членством. И это делали служители в Церкви Божьей. Почему? Вот такая сломленность была ужасная. А сегодня, вот мы приходим, привыкли, не дорожи, можем где-то что-то сломать здесь, правда, детки? Что-то повредить мы можем, вот, кто-то вас пожалеет, полоскает, немножечко кто-то поувещевает, но никогда препятствия вам в Церковь никто не ставил, никто и не поставит. Это независимость. И за это надо было заплатить, и заплатить надо было очень дорого. Ни рублями тут, ни долларами плата эта исчисляется. Эта плата исчисляется кровью, жизнью исчисляется. А вот я повторюсь еще в чем. Вот мы крестили, скажем, 14 душ крестили, вот в июне месяце крестились. И у нас, ни у меня, ни вот у этого брата, дорогого служителя, мысли даже не было, чтобы пойти куда-то в милицию и посоветоваться. Вот у нас 20 человек хотят крещение принять. Но позвольте, кого вы допустите до крещения? А ведь так было, было. И тот внешний, который уполномочен от верховной власти заниматься Церковью, должен изучить и подсчитать. Вот это хорошая сестра. Она много Богу славы принесет, она ревностная. И в деле крещения ее надо вычеркнуть, раз и вычеркивал. И всех вычеркивали, кого хотели. А вот, ну, слабенький человек, может уже бабушка старенькая. Ну, давайте ее крестим. Вот что крестим, что не крестим, ну, мало что изменится от ее членства внутри Церкви. И фильтровали, делали и поступали вот так. Братья и сестры, один момент из тысячи мы приобрели независимость. Как это хорошо. Ну, я лично, друзья, вот, я очень молод. Вот, хотя уже давно сединой покрылся. И не все с прической у меня гладко. Вот. Но я еще молодой. Молодой. Вот в 61-м году в братство родилось, а я 64-го года рождения. И мое детство, вот как эти маленькие мальчики, юность, она прошла в гонимой церкви. Вот я хорошо помню, детки, знаете, что? Очень хорошо. Как будто это вчера. Идет собрание, братья проповедуют, служитель стоит впереди. И что, заходит милиция. Шумок сразу. Милиции 10 человек, 15 человек. Приезжали на бобиках тогда. Вот, по-другому. Козел называли вот эту машину раньше. Приезжали. Вот. И что? Шумок создавался. Запрещали проводить собрание. Сразу прорывались вперед. Кто тут главный? Кто главный? Вот. Надо было, чтобы кто-то из верующих назвал этого главного. Но этого не делали, не делали верующие. Это была тайна церкви. Вот сидит Виталий Александрович, и всем понятно, что он пресвитер церкви, он главный здесь. И все. Но надо было, чтобы кто-то сказал, что у нас главный боровой. Вот это уже измена. Это уже предательство. Надо было молчать. И вот что, друзья, я как сейчас помню хорошо. Вот приезжает к нам милиция. И начиналось неприятное. Что неприятное? Собрание останавливали, проходили вперед. Вот. А потом говорили, выставляли двоих-троих у двери милиционеров. Садился там один из них, столик ставил. И всех нас переписывал. Сколько ж раз нас переписывали. Зачем это делали? Я не знаю. Мы иногда не хотели, чтобы попадали. Побаивались. Думали, ну неизвестно чем. Иногда под кровать залазили, прятались. Иногда в какую-то комнатку спрячемся. Как вроде милиция не догадается. Где-то дети спрятались. Вот мы иногда это делали, друзья. Нас переписывали очень часто. Один момент помню, что молитвенных домов у нас не было, братья и сестры. Не было. И не было, по-моему, по всей стране ни одного молитвенного дома. Верующие сами предоставляли свои молитвенные дома. Я помню, однажды вот в один дом пригласил старичок. Мы проводим собрание. И вот когда проходило это собрание, мне было лет, наверное, 12-13. Было столько народа. Было так душно. Но комната не предназначена для такого собрания. Это сейчас, вот видите, все освежается, все обдувается. Вот это сейчас. Раньше так не было. И вот я помню, друзья, мне, в общем, стало плохо в этом собрании. Я ни проповеди, ни пения, ничего. Но мне стало плохо. Я думаю, пройду я на улицу, вот на свежий воздух. И я стал протискиваться. Сделать это было нелегко. И я стал, ну, пролазить, протискиваться. Ну и когда я стал выходить на улицу, я потерял сознание. Вот и я запомнил, что, друзья, здесь вот потерял сознание и очнулся, пришел в себя только тогда, когда один из братьев, членов церкви, но меня в таком состоянии уложил на постель и только уложил и стал разгинаться. Вот. И я зафотографировал вот в памяти своей вот этот случай, братья и сестры. И мне так дорог, вот этот брат, так дорог. было очень жарко, я говорю, что вот люди иногда и сознание теряли, и падали, но тянулись, но спешили в церковь с большой ревностью. Я такой момент приведу, друзья. Когда-то мы на Пасху шли по городу и пели «Христос воскрес из мертвых». Не помню, какой год был, не помню. Шли, пели по городу. А потом раз, такое многолюдное стечение, молодежь в основном, улица центральная, и один из братьев громким голосом должен был сказать «Христос воскрес!» А мы все отвечали «Воистину воскрес!» Так три раза. Потом еще пройдемся, попоем «Христос воскрес!» И снова «Христос воскрес!» Заездила милиция туда-сюда. Начали нам дорогу перекрывать. Вот остановитесь, разойдитесь. Мы говорим, пока не можем, чуть-чуть попозже мы это сделаем. Вот у нас, ну, цель есть, куда дойдем. Ну, и потом, в конце концов, они нас стали разбирать по машинам. И меня посадили в машину. Наверное, лет 16 мне было тогда. И вот отвезли в милицию, посадили в камеру. Вот я в камере просидел один час. Вот такой у меня стаж. Большой стаж, в кавычках, друзья. Хоть немножко помню, что это такое. Больше никогда в жизни я там не был и не знаю. И вот интересно, что, ну, нас разобрали, кто куда. В общем, думаю, что все, все расстались. А меня с моей сестрой вот посадили. И вот когда уже, в общем-то, нас там записали, вот там порасспрашивали все за этот час и стали выпускать, вывели из милиции. Вот мы выходим, парадный такой подъезд. Я смотрю, вся наша молодежь стоит вот на этом парадном входе. Никто домой. Время первый час ночи. Все пришли сюда отстаивать. Я там не один. Нас несколько забрали. И вот, друзья, все-все стояли на этом парадном подъезде. И вот эту дружность было видеть. Как это приятно, друзья. Как это торжественно. Сестра, выходим из милиции. Вот, стоит наша молодежь, уже родители мои туда пришли выручать собственных детей. А сестра говорит, Христос воскрес! И все говорят, воистину воскрес! Это вот здесь легко сказать. Вот здесь. А где милиция там руководит у своих алтарей, там не так просто все это сказать, друзья. Я немного сказал вот и хочу сказать, братья и сестры, что вот детство прошло вот в этих условиях, юность, и оно далеко не то, как вот братья сейчас свидетельствовали, когда их отцы сидели. Последняя мысль у меня, последняя. Годы гонений, братья и сестры, оно выразило очень высокую аттестацию веры, очень высокую. И люди по милости Божией совершали подвиг, подвиг, и совершили. И слава Богу, нам сегодня приятно, я хочу сказать, нам очень приятно быть в этом братстве. Оно нам очень дорого. Наше братство, оно, знаете что, друзья, оно не запятнено предательством, отступничеством, были в истории церкви такие случаи, но в целом, братство осталось верным Богу, и как это хорошо. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами могли коллеги преклонить, и в очень кратких молитвах, сказать Господу поклониться, за то, что Бог создал такую церковь, и хранит эту церковь. Помолимся к нему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,